Возлюбленные Господи, братья и сестры, всех вас поздравляю в этот воскресный день, когда мы проходим поприще Великого Поста и празднуем память святаго Григория Паламы, который писал о божественных энергиях и в своем богословии просматривал, как Бог соотносится к нашему миру. И через божественные энергии Бог постоянно присутствует в нашем мире. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы и рад, что вы не забываете о нашей передаче. Здравствуйте, Владыка! Спасибо, что находите время отвечать на наши вопросы. Не так давно в нашу жизнь вошло слово «толерантность». Этот термин обозначает терпимость к другому мировоззрению и образу жизни. Однако сегодня слово «толерантность» все чаще принимает негативный смысл. Нас призывает терпимо относиться к различным меньшинствам, к людям, которые порочат нашу страну. Должен ли христианин быть толерантным? Когда терпимость допустима, а когда она становится синонимом предательства или поощрения извращений. Как относиться к людям и на их взглядах? С уважением, Светлана. Благодарю Светлану за этот замечательный вопрос. Должен сказать, что термин «толерантность» происходит от латинского «toleranzo», что означает «терпение». И он был введен не так давно, в 1953 году, английским иммунологом, который предполагал, что толерантность – это неспособность организма бороться с чужими болезненными генами. Ну, например, когда человек находится на четвертой степени заболевания онкологического, то его организм абсолютно толерантен к тем метастазам, которые в нем живут. Потому что эти метастазы побеждает сам организм. И вот эта толерантность, она, конечно же, с точки зрения медицинской, губительна для организма. Постепенно этот термин взяли на вооружение политики и начали повсюду говорить о толерантности. Самый яркий пример – это Западная Европа, когда начали очень много говорить о толерантности. Европа допустила миллионы мигрантов, которые прибыли из разных стран и в дальнейшем создали такие проблемы, которые до сих пор потрясают весь европейский организм. И надеемся, что этот организм справится. Но ответная реакция на эту толерантность, наоборот, заключается в том, что многие люди начали агрессивно относиться к тем, кого они считали раньше своими братьями, сёстрами и приглашали их к себе в гости. То, что касается религиозной толерантности, то я бы никогда не употреблял этот термин для того, чтобы обозначить существование различных религий, которые должны уважительно относиться друг к другу, но не проникать друг в друга. И когда были попытки в истории христианства такой опыт проделать над Россией, они все провалились. Я имею в виду митрополита Исидора, который попытался соединить православие с католицизмом на Руси. И в результате этого возникло униатство. И сейчас, например, на Украине самые большие проблемы у православных возникают из-за агрессии униатских священнослужителей и приверженцев униатской церкви, которая называется греко-католическая церковь, когда отбираются храмы, когда физически люди православные испытывают на себе агрессию. И все это происходит в результате того, что когда-то попытались соединить православие и католицизм и через, вот в кавычках, конечно же, такую толерантность. Надо помнить, что наш организм как физический, как и духовный, он нуждается в постоянной защите. И нужно помнить о том, что мы с вами живем в мире наполненным различными болезнетворными бактериями. И это есть и духовные бактерии, которые нас разлагают. И вот Светлана спрашивает о том, что нужно ли быть толерантными по отношению к различным меньшинствам. Я вам должен сказать, что на Западе толерантность довела до того, что сейчас однополые браки, ювенальная инвестиция, когда детей из здоровых семей забирают для того, чтобы вот эти однополые союзы имели бы детей, когда сегодня уже боятся произносить о том, что в семье есть мама и папа, а назначают наименование родитель первый, родитель второй. Все это и есть извращение человеческой природы. Ведь Бог установил, сказав, плодитесь и размножайтесь. И сотворил мужчину и сказал, плохо быть человеку одному, и сотворил женщину. И вот в этом акте Божьем и благословении заключена наша человечность. И эту человечность нужно охранять. А когда пытаются нашу человечность подменить различными извращениями и ссылаются на некое право, более того, когда защищают законы тех, кто создает однополые союзы, а если их критикуешь, то тебя подвергают различными репрессиями. Все это напоминает то, что происходило в Содоме и Гаморе. Как вы помните из священной истории, они погибли, потому что извращали Божие творения человека, как он был задуман Богом. И все эти так называемые толерантности это выступления против Бога. И мы не можем быть толерантными ко греху, если мы только скажем, что мы толерантны ко греху, то тогда и не надо исповедоваться, пускай он в нас и будет, но если мы не исповедуемся, мы не очищаемся. Представьте себе, если вы будете жить и не мыться вообще, и ваше тело будет постоянно смердеть, потому что вы станете толерантными для тех отпадающих клеток, которые не смываются специальными средствами и так далее. И вот вы такой смердящий будете ходить. Представьте себе, когда вы заболели и вы ждете, что все само пройдет, не помогая организму никоим образом. Организм в конце концов ослабеет и вы просто покинете этот мир. Вот так и в духовной жизни. Если мы не будем вовремя очищаться от всякой скверны, если мы не будем противостоять различным извращениям, которые покушаются на основы семьи православной, на основы бытия человека, на основы наших взаимоотношений между родителями и детьми, то вот такая толерантность, она как раковая опухоль уничтожит все на своем пути. Будем же с вами помнить о том, что Господь призывает нас быть солью земли, а соль земли обладает свойствами все сохранять в целостности, соль земли очищает от всякой скверны и всему придает вкус. Поздравляю всех вас с воскресным днем и желаю всем нам быть светом для людей и солью земли. Солю твоим разогрев Powder солью и голуб о Субтитры создавал DimaTorzok